Приветствую вас. Если честно, то мне кажется, что глобально у вас есть страх автоторной, глобально, мне кажется, у вас есть страх, что вас бросит. То есть, это такой вот страх безброшенный. Глобально, мы думаем, что вы себя обесцениваете, глобально вы склонны сравнивать себя, в данном случае, с другими девушками, вы сводите ценности. Такой достаточно, на мой взгляд, материальной истории, говоря про красоту и, ну, про внешнюю красоту. И завтра на этом достаточно, ну, достаточно много внимания, да? Вот. Это, на мой взгляд, тоже своего рода проблематика. Вот. Ну, и ревность. Конечно же, ревность и непринятие себя. То, что вот у вас есть, да, это вот непринятие себя, оно такое вот, ну, на мой взгляд, достаточно... Достаточно сильно, на мой взгляд, у вас есть непринятие себя. Вот. Хотя, конечно, тут я могу ошибаться, но мне, мне думается, мне видится... Эта история, ну, примерно, примерно, вот, ну, в таком ключе. Эм... Вы судите людей по себе. Это очень... Эм... Очень явно проявляется. То, что вы судите людей по себе. То есть, вот, грубо говоря, если я честный, то и... Эм... Со мной должны быть, ну, ну, со мной тоже должны быть, эм... Так... Так же, вот, честный. Ну, то, что у людей может быть, эм... В какой-то степени, эм... Равное представление. О честности вы здесь этот момент, к сожалению, не учитывать. То, что у людей может быть, разное представление о том, допустим, эм... Ну, что в отношениях приемлемо, что нет. Это тоже вы не учитываете. То есть, по факту, получается, что, эм... Своего мужчину, да, своего молодого человека, которого вы любите, как вот, ну, как вот вы говорите, вы любите его. А вы такое ощущение, что, эм... Молодого человека своего полностью, эм... Не... Не принимаете. О... А принимаете лишь вот, только его некий образ, эм... Я бы даже сказал, эм... К какой-то степени, может быть, да... Эм... Идеализированный образ. Немного... Немного. Может быть. Вот. Вот. И... Эм... Вот, то, что вы говорите, что я, там, для него самая красивая, и вообще, то, что вы говорите о красоте, да, Ну, есть так ощущение, что, вот, вы воспринимаете это как единственный критерий, и, вот, склонность сравнивать себя с, ну, с другими женщинами, это, конечно... Конечно, конечно, эм... На мой взгляд, серьезная достаточно, эм... Проблематика, вот, эта проблематика, эм... Связанная... С... 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 С какой-то внешней истории. Потому что есть еще история личная, о которой вы, на мой взгляд, на которую вы не обращаете внимания. Хотя она, эта личная история, ну очень важна, не побоюсь этого слова, да? Вот. Ну, вами она игнорируется, к сожалению, к сожалению. Вот. Теперь давайте пройдемся по вашему тексту. Я замужем за иностранцев, мы любим друг друга. Ну, смотрите. Если вы замужем за иностранцев, вместо иностранных мужчин, то у вас, ну, у вас должно быть что-то объединяющее. Матрик некоторых вещей, которые вас, вот, объединяют. Что-то общее. А безобщее, ну, в общем, довольно сложно вытратить отношения к безобщее. Это общее, такое вот, фундаментальное, связывающее вас, ну, вместо, связывающее вас с своими мужчинами. Необходимо для того, чтобы вы друг друга видели личность. Не просто мужчина и женщина, а личность. Именно личность. Вот. Поэтому, соответственно, возникает вопрос. Что между вами общего? Что вас объединяет и объединяет ли? Понятно. Да? О чем я говорю? Дальше. Вы пишите. Мы любим друг друга. Ну, если честно, если честно, то любовь – это определенная наполненность, определенная форма, это определенные все-таки такие векторы, чувства. В первую очередь, это безусловное принятие своего партнера. У вас с этим есть сложности, потому что у вас сложности с принятием себя. Человек, который не принимает себя, полностью вряд ли может принять другого человека. Поэтому можно уже говорить о том, что с нашей стороны любовь, может быть, и есть, конечно. Она даже не может быть. Она... Сто процентов есть. Любое... 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 Но... Вопрос заключается в том, что там еще, помимо любви, любви, что еще там есть. Вот. Да? Дальше. Встретились мы в другой стране. Жили вместе 4 месяца. Затем он летел в Америку. Он летел ко мне через полземли каждые 2-3 месяца. Потом я переехал к нему. Ну, в принципе, здесь все хорошо. Кроме только вот того, что вы пишете через полземли каждые 2-3 месяца. У нас такое ощущение, что этим вы подкрепляете свою ценность. И да, я не буду скрывать. Такой контекст вот этой вашей фразы именно появился благодаря тому, что дальше вы описываете проявление неуверенности в себя. Дальше. Я переехал к нему. Почти вы. То, что вы приехали к человеку, это безусловно хорошо. Но вопрос, который я хочу вам задать, заключается в следующем. То, что вы к нему приехали, это было связано только ли с ним. Или может быть это было связано еще и с вами. То есть, приезжая к нему, к нему вы приезжали только к нему. Или вы приезжали по еще и собственным каким-то делам, по собственным каким-то вопросам. Почему это важно? Ну, ответ здесь достаточно прост, да? Уровень зависимости. То есть, если вы приезжаете только для человека, только радости человека, то уровень зависимости существенно возрастает. Когда вы переезжаете еще в том числе и для себя, да? То есть, когда вы, грубо говоря, едете не только к человеку, но едете еще и там для, допустим, чего-то, да? Вот. Что это уже совсем другая история и если вы едете для чего-то, если вы едете как-то, грубо говоря, сами, если едете, то это просто делает вас менее, скажем, так. Ну, мнение, мнение уязвимым. Вот. Собственно, именно по этой причине я и спрашивал у вас, что вас объединяет все мужчины. Вот. Это вас. Дальше. На данный момент очень сложно психологически, так как он обеспечивает меня полностью, пока нет документов, чтобы с тобой работать, но все в процессе. А почему это сложно психологически? Чем это сложно психологически для вас? Чем это сложно? А в чем сложно психологически? Что он вас полностью обеспечивает? Ну, если вы близкие люди, если между вами все в порядке, если между вами все хорошо, если вы, там, ну, если вы устраиваете искренние отношения с чем-то. Человеком. Да. Вот. Что же здесь, собственно говоря, психологически тяжело для вас? Честно говоря, для меня это не совсем, не совсем понятно. Что-то если вы либо здесь чего-то стесняетесь, либо вы здесь чего-то боитесь, либо вы, не знаю, может быть, в своем мужчине не уверены, а вот, может быть, еще есть какие-то, ну, какие-то детальки, о которых вы не говорите. Но суть вот отключается именно в том, что тут у вас противоречие адрес, то есть психологически тяжело. Ну, а чем психологически тяжело, ну, как-то вот, вообще говоря, не очень понятно, да? Вот. То есть, то есть, ну, ну, все, все связано, вот, с чем связано то, что вот психологически вам тяжело. Вот это нужно разобрать, то есть, чтобы вы, может быть, лучше приняли себя. Дальше. Постоянно чувствую, что мне не хватает его восхищения мной, как женщины. Ну, вот, собственно, здесь момент очень важный, он заключается в том, чего именно вам не хватает. То есть, откуда у вас, по сути, страх того, что человек вами, ну, недостаточно, может быть, восхищается, как женщина. Вот. А для чего вам восхищение его, как женщина? А что такое нехватка? То есть, он вам восхищается, но вам мало, получается. Или как-то это по-другому, ну, как-то иначе это проявляет. Ну, то есть, вы вот поясните как-то эту историю, что вы имеете в виду? Потому что я на данный момент, ну, не очень просто понимаю, о чём идёт речь. Что вы имеете в виду? Вот. А угадать, честно говоря, не хотелось бы. Дальше. Ещё до брака, ещё до брака были полтора года вместе. У них была такая ситуация, что начало отношения. Мы поехали отдыхать. Я до тогда даже не знала подробностей, о которых сейчас расскажу. Уже с каждой его женой и переехав в его страну, случайно нашла переписку с его другом, где он во время нашей поездки во время отрыва написывал другу сколько красивых женщин вокруг него и как ему трудно устоять, но он не изменял. Ну, обратно, здесь вказывается то, что вы, ну, не очень хорошо, видимо, знаете, о мужчин. Вот, потому что многие мужчины, многие, многие мужчины, для многих мужчин, точнее, абсолютно нормально восхищаться другими женщинами, вот, находясь в отношениях с, ну, с кем-то. Для многих мужчин это абсолютная норма, и для многих мужчин в этом ничего такого нет. Именно вот в таком, в этом ничего нет. Вы принимаете это, это на свой счет. А, то есть, как-то вас это задевает, как-то вам это неприятно, как-то вас это напрягает. Как-то это заставляет вас сомневаться в себе, в своих чувствах и так далее. Это запускает процесс, запускает процесс того, что вы начинаете копаться в себе, и вам больно именно от этого, что у вас есть что-то, что вы в себе не принимаете. Что вы пытаетесь забыть, вот, в том числе через вот такую честность, через такую, через преданность и так далее. Через то, чтобы судить людей по себе. То есть, вы требуете от других людей чего-то, чего требуете от себя. Дальше. А, значит, так. Друг ему постоянно рассказывал, как он ездил по разных странам. Друг женат отдыхал с разными красивыми женщинами. Мой мужчина узнавал, куда съездить и где-то где-то найти. Также он рассказывал другу, что ему хочется попробовать латинок европей, какие у них красивые дела. И его бывшие, которым было так хорошо в постели. Также, друг, когда периодически скидывал видео мексиканок, Мой мужчина писал, как он пересматривал это видео по несколько раз. Все это продолжалось в течение года периодически разговоры о женщинах с его другом. Это я прочитал в переписке, когда он был в отношениях. Печет его со мной. Ну, понимаете, есть объективные стороны проблемы и субъективные. Объективная сторона проблем касается того, что для вас такое поведение может быть неприемлемо. Как бы. Оно может быть для вас непредварительно. Вот. Оно может быть для вас совершенно невозможным. Ну, только если. Только если. Только если. Только если это выходит за. Не выходит. За пределы. Ваших. Допустим. Ценностей. И так далее. Вот. И если это вызывает негативные чувства у вас. Что-то вызывает. Что-то вызывает. Боль. Обиду. То мы уже говорим про субъективную. Конечно же. Обнования. Вот. А. Ну. Проблемы. И в таком случае. А. Можно говорить. О том. Что. Это. Ваша. Собственная. Проблематика. И. Мужины. К ней. Отношений не имеют. Вот. Если вас это задевает. Лично. То есть если у вас проблемы. Своя самооценка. Допустим. И. Обратить внимание вам необходимо на это. В первую очередь. На. Свою самооценку. На. То. Насколько вы. Себя любите. Насколько вы. К себе хорошо относитесь. Насколько вы. Себя любите. Насколько вы. Себе хорошо относитесь. Часно, 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 безусловно, вот, это важно, это важно. Дальше, значит, так, славянская женщина с уха его дыхания, он написал другу в переписке, когда я все это читал, мои слезы просто ручами, так как у меня так было больно, противно, что находясь со мной, глядя мои глаза, как сильно он меня любит, то и поведение его было так, что я никогда бы не подумала, что он оказывается во время, как так восхищается другими женщинами. Но опять же, восхищается другими женщинами для мужчины нормально. Понимаете, именно восхищается. Другое дело, что стартовать с ними, изменять, это уже, да, такой вопрос, но в связи с женщинами для мужчин вполне нормально. Вы же хотите, чтобы он как будто бы воспринимал и видел, ну, как минимум только вам. Это довольно-таки сложно, прям сложно, потому что мы живем, но не в инвалированном мире, и мужчина так или иначе видит других женщин, и у него в любом случае возникает к этим женщинам какое-то отношение. И если воспитание, ценность и личность вашего мужчины такова, что он может позволить себе восхищаться женщинам, то в этом ничего такого для него нет. Такой ваш, ну, ваш мужчина. И как раз-таки любовь здесь проявляется в том, в том, что вы принимаете его и не пытаетесь его изменить. Но чтобы это стало возможным, вам, вероятно, следует освободиться от принятия на свой счет того, что происходит с вашим мужчиной. Почему вы принимаете это на свой счет? Это, как раз-таки, как раз-таки, уже, на мой взгляд, совсем другой вопрос и совсем другая история, которую, да, нужно разобрать, да, нужно разобрать, но здесь вы ее практически не раскрываете. Так вот, естественно, все это рассказало ему, что я прочитал, и на самом деле понял, насколько больно мне сделал. Я же не хотел даже разговаривать некоторое время, просто плакать буду. Смотрите, здесь вы, по сути, манипулируете человеком, вот, к сожалению, манипулируете человеком через обиду, вот. Твоими эмоциями, вот, перекладываете в какую-то степень на него свои проживания, вот, вызывая в него чувство вины, чувство вины. Конечно же, вот, это самое чувство вины будет мотивировать мужчину на какие-то действия, на попытку, например, убедить вас в том, что все хорошо, на попытку убедить вас в том, что ему, например, важны только вы, к примеру. Ну, это та позиция, которую вы, скорее всего, будете продвигать. Ну, позиция, к сожалению, деструктивная достаточно, вот, потому что, ну, потому что в ней нет, как бы, искренности, вот, направленной на человека. Вот, в ней есть только, вот, такая вот, рэкет, ну, рэкетные чувства, покажем. Так, вот, рэкетные ощущения есть. Дальше. Так, он без упрощения, я старался спросить, насколько больно, он так меня занизил, в плане ощущения, как женщины, я теперь не чувствую себя с ним желанием, я думаю, что это славянская женщина, которая впила его дыхание, когда у него была, я повторяю, как она была, и почему для меня он так предательски смотрел на других? Ну, почему вы считаете это предательство? Что такое предательство? Это, тут, большой вопрос, почему вы считаете, что смотреть на других женщин это предательство? Ну, тут опять же, вопрос в вашей самооценке, да, вот, сравнение себя с другими, это некая устраненность от родителей, скорее всего. Дальше, значит, как мне удалить эту, ну, это психотерапия, как, ну, желание для него, ну, чувствовать это, как убрать все эти сами, это работа с вами, работа с вами. Теперь, как раз, если где-то есть красивая женщина, я думаю, наверное, восхищается ей сейчас, находясь со мной. А что такое красивая, как красивая женщина, как вы, вот, вообще определяете красивую женщину? Да, я понимаю, внешность это не все, она любит меня, я не глупая, но что-то вам не такое произошло, что вы такие мысли и чувства. Это сведение, сведение вашей ценности только к внешности, вот. Это страх, страх остаться, остаться одной, вот, это страх быть брошенной. Вот. Зависимость, опять же, то есть вы, вот, эээ, ну, получается, что стремитесь растворить в человеке. Иногда, иногда он говорит про другую женщину, свою работу, это умная, это хорошее, я не могу это выносить. Ну, это ревно. Что-то мне происходит, и как, и с чего мне начать себя менять, или что делать. Эээ, психологом родительству, которая, эээ, к любому, к любому, которых, которых вам по душе придется, и начните с ним, эээ, работать. Вот. Эээ, все на этом, я надеюсь, помог вам. Я желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи!